В одной из программ мы говорили о том, как программы Соловьева забалтывают суть происходящего сегодня в взаимоотношениях мировых, потому что вот такой избыток информации, который снизошел на уровень шестого приоритета, эту ситуацию очень четко в свое время охарактеризовал Пушкин. Он говорит о подобной ситуации. Соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой, несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Пусть мир пред вами цепенеет, девяся грозным торжествам, никто о вас не пожалеет, никто не помешает вам. Это слова Пушкина, которые адресованы всем без исключения участникам программ Соловьева. Вот там, значит, на этом уровне идет обсуждение. А в чем суть происходящего? Суть происходящего в том, что нужно понимать всю матрицу глобального управления человечеством, а оставаясь на уровне силового приоритета, вы все равно ни в чем не разберетесь. Так вот сегодня я хотел бы примерно в этой же плоскости поговорить уже об экономике. Дело в том, что сегодня о недостатках и просчетах в экономической сфере не говорит только ленивые. И бесчисленное количество рецептов, решений и советов. Вот я, может быть, скажу о некоторых таких личных контактах по этой теме. Вот Евгений Федоров, там, так сказать, и встречались мы с ним, и он постоянно говорит о Центральном банке, о Федеральной резервной системе, и, в общем-то, говорит, казалось бы, правильно. Дальше Сергей Глазьев, посмотрите, сколько у него пламенных программ, значит, заявлений, видеороликов. Или взять, к примеру, Всеволода Чаплина. Не так давно мы с ним встречались в Москве, договаривались даже о приезде в наш университет. Он правильные вещи говорит о соотношении церковных дел и кредитных. И лекция, с которой я просил ее выступить перед нашими студентами, тема лекции была обозначена «Церковь и кредит». Ну вот сейчас, вы видите, с Всеволодом Чаплиным идут такие серьезные трансформации с его служебным положением и так далее, безусловно, связанные вот с его позицией. Дальше, вот выходила на нас петиция Шиллеровского института по экономике. Дальше недавно относительно приезжала очень серьезная команда из Австралии. Это женская команда, и они представляли позицию Линдона Ларуша. Но у них очень мощная команда, масса информации в интернете об этом. Вот совсем недавно, это в пятницу буквально, два дня назад, мне прислали по почте книжечку такую, надеясь как-то, видимо, просветить меня. Вот она называется «В этом и заключается банковское дело» Рон Хаббард, автор. Вот, дальше, ряд интересных таких исследователей наших отечественных на меня выходили. Вот, в частности, значит, одна из работ подробно рассказывает о том, как надо было бы поменять банковскую систему, разделить, по сути, банковскую систему и систему, связанную с казначейством. То есть, предложение по созданию бюджетно-казначейского банка, который бы ввел просто расчеты, заловато-валютные резервы, эмиссию. Идея сама по себе, ну, достаточно интересна и правильно. А за ЦБ, конечно, в общем-то, должен был бы оставаться надзор, контроль. Значит, банки должны, соответственно, быть тоже специализированные, там, депозитно-сберегательные, инвестиционные, ипотечные. И если посмотреть вот на эти предложения, то, по сути, они сводятся к базовому пониманию того, что должно быть все-таки как-то, должны быть как-то разнесены три контура денежного обращения. Внутренний денежный оборот, безналичные деньги и наличные, соответственно, содержащие. И внешний уже, если угодно, золотовалютный оборот. Действительно, нет смысла вот все это держать в одном флаконе. А уж миссия казначейства, она сегодня явно не выполняется в полном объеме, как она могла бы выполняться. Ведь что такое, зачем увязывать проблему расчетов между юридическими лицами и какие-то банковские операции? Это совершенно разные функции. И вот таких предложений очень много. Но в чем особенность вот всех тех авторов, которых я перечислил, и Федорова, и Глазьева, и многих других, она в том, что они хотят решить экономические проблемы, оставаясь в рамках экономического приоритета управления. Это невозможно в принципе, потому что для того, чтобы действительно изменить ситуацию, необходимо понять матрицу, необходимо понять весь тот набор приоритетов управления обществом, который используется, и увидеть место кредитно-финансовой системы, банковской системы финансов вот в этой глобальной матрице. Если же мы не видим эту картинку целиком, то попытка решить что-то, оставаясь в рамках этой клетчки, она тщетна, потому что в основе экономики лежит нравственность. И вот отсутствие мозаичной картины, то есть можно говорить о частностях, но о частностях есть смысл говорить, и это может привести к каким-то позитивным результатам в том случае, когда вы видите всю мозаику. И вот говоря о всей мозаике, вы можете, значит, говорить и о каком-то отдельном фрагменте этой мозаики. И перемен в экономике сегодня нет вовсе не потому, что те, кто управляет экономикой, они вот чего-то не понимают. Я тоже ведь долгие годы верил в то, что нужно просто разъяснить, пояснить, рассказать, и тогда у нас все изменится. Нет, к сожалению, те, кто управляют экономикой, кто управляет финансами, они все прекрасно понимают. Они просто решают другую задачу. Они решают задачу, как сделать так, чтобы деньги работали не на все общество, а на очень узкий круг элитарный, который, в общем-то, и заказывает им эту работу, который, собственно, и назначает их на эту должность, поэтому он с них и спрашивает. Поэтому вот это обстоятельство, мне хотелось обозначить его важность для всех тех, кто является сторонниками концепции общественной безопасности и подчеркнуть, что наше отличие от любых политических партий, от любых нынешних аналитиков в том, что мы всегда говорим о происходящем исключительно с концептуальных позиций, имея в виду все, во-первых, шесть управленческих приоритетов, во-вторых, мы не приветствуем калейдоскопическое рассмотрение действительности, а мы говорим о необходимости иметь мозаичный подход. И в этой связи, ну, наверное, десятки раз в самых разных обстоятельствах мне задается один и тот же вопрос. Вот, Виктор Алексеевич, а как ваше мнение? Вообще Путин, он понимает роль судного процента или не понимает? И ответ на этот вопрос, он не так прост. И я могу лишь высказать вот соображение, что называется, сегодняшнего дня, как я понимаю происходящее сегодня. Дело в том, что, на мой взгляд, Владимир Владимирович Путин относится к разряду редких руководителей, который действительно умеет держать матрицу и который прекрасно понимает целостность. И благодаря этому, прежде всего, он завоевал такой неоспоримый сегодня уже авторитет, как лидер мирового масштаба. Но вот в этом частном вопросе, в моем представлении, здесь у него кем-то очень умело поставлен такой блок для понимания этой проблемы. Вот, с точки зрения соотношения ставки кредитования и инфляции. Я вот ответ на этот вопрос, ну, ищу уже на протяжении нескольких лет. И, может быть, сегодня я приведу лишь два сюжета, которые, в моем понимании, свидетельствуют о том, что вот эта тема для Владимира Владимировича Путина заблокирована кем-то очень умело и искусно. Мне примерно понятно, как это делается. И наверняка ряд из наших программ смотрят и аналитики Кремля, и люди, приближенные к Владимиру Путину. Вот мне хотелось бы, чтобы кто-то из них нашел в себе смелость провести очень подробный разговор на эту тему. Дело в том, что этот вопрос, к сожалению, не доведешь ни за 5, ни за 10, ни за 15 минут. Это в этой теме нужно провести как минимум несколько часов, а желательно хотя бы сутки. То есть и провести это в режиме диалога, вопрос-ответ, а не просто, видимо, налога. Почему я говорю о том, что такой разговор необходим? Дело в том, что Владимир Владимирович очевидно понимает всю убийственную роль высокой ставки грейдования для развития России. И я сам неоднократно приводил цитаты о том, что мы просто обязаны снизить ставку грейдования. Он понимает это вне всяких сомнений. Но он ошибочно увязывает ныне высокую ставку грейдования с тем, что у нас высока инфляция. А здесь очень тонкий такой маневр, потому что в действительности есть причина, а есть следствие. И для сторонников концепции общественной безопасности они в этом живут повседневно, и они совершенно естественно воспринимают, что первичный генератор инфляции – это судный процент. Какой вы судный процент задаете, такую инфляцию вы получите. Но если вы посмотрите на информационную матрицу сегодняшнего дня, то в 99% случаев на всех каналах, все ученые, во всех средствах массовой информации звучит одна и та же мысль, что ставка кредитования определяется уровнем инфляции. И вот мне представляется, что эта мысль в свое время была очень глубоко внедрена в общем-то в бессознательные уровни психики нашего президента и это вовсе не его вина, это его беда, что он оказался вот в такой ситуации. А изменить это достаточно сложно. Я беседую ведь на эту тему с профессиональными экономистами и знаю, как сложно их переубедить, что вот как бы так сказать, что они тоже считают, что у нас ставка большая, поскольку у нас инфляция. Но ведь проблема Владимира Владимировича Путина еще и в том, что он ведь не варился в этой тематике. Он никогда не был впрямую связан вот в своей прежней работе с экономикой. И дальше, когда на первых порах были заложены вот такие базовые связки на бессознательном уровне психики, выйти из них чрезвычайно сложно. И вот я приведу, как и обещал, только два примера. Мы все с вами помним, наверное, выступление Савченко Евгения Степановича на госсовете, где он, но я попробую воспроизвести его слова близко к тексту, он говорил, что основным тормозом в развитии страны является высокая ставка кредитования. И дальше говорит, нас уверяют, что у нас высока ставка кредитования из-за того, что у нас большая инфляция. Я же хочу сказать, значит, заявил он, что все происходит с точностью, да наоборот. Это у нас как раз инфляция высока из-за того, что мы установили высокую ставку кредитования. Сделайте ставку кредитования, как у наших конкурентов на Западе, и у вас не будет инфляции. Вот его слова. Заканчивается госсовет. В поддержку позиции Савченко выступает Гордеев Алексей Васильевич, и говорит тоже о недопустимости такой ставки кредитования. Но в заключении выступает Владимир Владимирович Путин и говорит, что да, вот у нас поднимался вопрос о ставке кредитования, это действительно важный вопрос, но у нас же большая инфляция. И вот понимаете, если бы наш президент понимал реально вот эту иную связь и делал бы это умышленно, как бы по воле заказчиков пытался бы как-то сокрыть расставщичество, то он никогда бы этой фразы не сказал. Потому что, ну это очевидно для любого системно мыслящего человека, что это неверно, но если это он говорит, а он говорит, как правило, всегда от души, то это значит, он действительно просто так понимает происходящее. В противном случае, ну он как разведчик, он бы просто смолчал и ничего бы не сказал, если бы он пытался сокрыть вот расставщичество как таковое. Ну и второй вопрос, это вот уже на последней встрече с президентом средств массовой информации, ему точно так же этот вопрос был задан, и он опять увязал высокую ставку кредитования, объяснил ее по сути инфляционными процессами. Поэтому, на мой взгляд, вот сегодня одна из таких задач, вот истинную первопричину и судный процент как источник всех бед нашей государственности нужно подать как-то наиболее ярко, выпукло и образно в том числе и для президента и для всей нашей общественности. Только тогда можно поменять матрицу. И, конечно же, вот высокий судный процент, он останавливает возможности развития нашей перерабатывающей промышленности. И, конечно же, мы выглядим несколько странно, наверное, когда вот с газовой нефтяной трубой собственными, за собственный счет изготовленными, мы танцуем вокруг Европы и, значит, предлагаем всячески первичные носители. Но вы вдумайтесь только, уже в течение сорока лет Соединенные Штаты категорически на законодательном уровне запрещают вывоз сырой нефти за пределы Соединенных Штатов. Но разве это не пример для подражания? Но для того, чтобы реализовать такую схему, нужно иметь ставку критования, ну уж по крайней мере не происходящую 3%. 3% это просто безумие. Как только за 3% мы выводим, то это в любом случае воровство. Но воровство, которое позволяет все-таки вампиру не губить свою жертву. если ставка уходит за 3%, то о развитии можно забыть, а если говорить о нашей ситуации, то можно забыть и тем более, несмотря на все заклинания, при нынешней ставке критования понятно, что мы не можем развивать реальный сектор производства. Поэтому очень хотелось бы, чтобы 2016 год стал годом прозрения в сфере экономики, чтобы мы поняли, что ставка критования, она не зависит ни от чего, кроме нравственности. Для этого можно обратиться к Корану, для этого можно обратиться к Аристотелю и понять, что это вопрос глобального мировоззренческого уровня значимости и зависит он исключительно от миропонимания и нравственности. А он, в свою очередь, уже задает десятки, а потом и сотни проистекающих из него последствий, которые тормозят развитие нашей государственности. Пусть в новом году воцарится новая матрица в сфере экономики, в сфере отношения к ростовщичеству. Продолжение следует... Продолжение следует...